я вспоминаю первое выступление президента обращения конечно это было с одной стороны шоком потому что понятное дело что наступило что-то совсем не крутое понятно было что это коснется абсолютно всех нас в том числе непонятно было как именно нам работать или закрываться а если работать то как нам вообще но у нас вся команда ребята будут контактироваться ли не вообще-то гости здесь будут собираться понятно было что наверно нужно будет закрываться но эта мысль была настолько далекой что ну к ней нужно было привыкнуть на самом деле да вся эта информация шла из органов власти совершенно противоречивая после того чтобы обзванивали все наши мэрии приемных губернаторов министерства труда финансов вообще все всего никто не мог ответить что же надо делать и как ну ничего там за несколько дней все это дело устаканилось пришло какой-то ясности и мы закрыли двери это было очень грустно если людей здесь не будут ли будут другие люди это будет совершенно другое заведение и мы не можем взять просто любого человека даже опытного кто работал в этой сфере поставить в чопсы чтобы он выполнил свою работу так как мы привыкли так как мы делал то что мы хотим передавать нашим гостям вот поэтому команда это наша самая большая ценность вот и поэтому самая большая большая задача наша поддержать команду все люди которые у нас работают они это наши люди и мы как-то вместе друг друга заряжаем определенной энергии и определенной идеей мы когда отработали первый день доставках мы такие блин это это просто ты чувствуешь невероятно благодарности людям которые к тебе ходят которые ну точнее ходили данный момент вот которые получали удовольствие и которым тебе не хватает они тебе об этом говорят анти пишут и это просто ну типа в день когда вот закрывали на следующий день должны были закрыть наши двери уже и обзванивали всех у кого были резервы столов на следующий какой-то период мы обзванивали и очень много было таких отзывов ребятам вы держитесь когда все прекратится не придем все у вас едим вы давайте только держитесь только чтобы вот открылись потом и это чертовски приятно страшно абсолютно всем то есть тут уже тяжелые времена люди и партнеры проверяются и это было как раз проверка для наших поставщиков более маленькие компании компании более локальные производители они ведут диалог хотя им сложнее по сути дела у них меньше возможностей более крупные компании у которых там все завязано на каких-нибудь там государственных инвестициях повели себя как классический государственный банк есть ребята которые сами нам позвонили сказали то что мы понимаем там сюжет которая происходит у вас там грубо говоря есть некая задолженность которую вы понятное дело не смогли оплатить мы можем просто наш продукт обратно забрать на эту заду то есть они там пошли навстречу кто-то звонит и говорит то что так срочно не знаю каким способом но давайте продавайте то что мы вам типа поставили ты пытаешься чё-то подумать но в то же время успокаиваешь ну то есть все по разным реагируют и люди и поставщики кто-то как волчь ведет ну так сейчас все работают один рабочий день три выходных чтобы у всех было хоть сто но как-то у нас изначально сложилась идея то что один большой стол и одна большая семья у нас там есть один повар у которого есть машина и который стал нашим курьером то есть мы было бы больше людей на машинах мы бы с радостью перетянули то есть главное своих чем-нибудь занять мы немного тупорогие ребята в хорошем плане ну то есть у нас постоянно миллион каких-то идей штук пасхалок вещей каких-то ну немножко нет мира сего вот и этот поток всегда был а тут мы начали просто возможно действовать и вот именно делать какие-то такие прикольные штуки которые до этого почему-то не делали доставку собственную которую мы не могли сделать четыре года мы сделали за день вот смотри нас нас полностью весь продукт упакован так чтобы его берида доставлять но мы воротили нос четыре года не делали мы думали что слишком сложно возить слишком долго приедет холодным запутаемся заказом или еще что-то оказывается это совершенно пустяковые выдуманные сложности которые решаются очень легко изящной еще очень весело кататься по району доставлять посылки людям когда вот бренд бренд оркестра но мы сами по себе вот мы абсолютно независимые ни в какие ни в какие картели конгломераты и дружеские собрания заведения не входим поэтому мы единственное исходное чувство на себе ничего не почувствовали скоро лето лето это лютый движ это выездные мероприятия где типа мы будем мы собираемся как обычно качать рэпчик жарить играть в баскет ставить скейтрампу и если это все обломается мы только-только размялись мы только начинаем если это сейчас все обломается конечно будет обидно под сомнением все что может произойти летом все фестивали вечеринки и без этого конечно лето будет совершенно не таким которым мы привыкли сейчас это действительно хороший какой-то ног поработан собой я слышал от ребят что они там отработали новое меню то что не могли сделать два года кто-то начинает ремонт делать но в общем в это время есть чем заняться всем то есть сидеть сложа руки точно не стоит сейчас у шефа есть задача сделать крутое меню руби но формате стритфуда то есть вплоть до того что сделать какой-то крутой один большой так накидать туда угря еще чего-то сделать его классным здоровским именно в формате руби но это уже сказать стритфудная история который ты дома правда можешь с удовольствием съесть и кайфануть от этого мы как-то как-то более-менее знаешь к этому были готовы что-то подобное у нас уже происходило но резко так никогда не было такого большая часть к своей команды отправили домой вот скале ребят сидите давайте у нас группа риска будет вообще минимальная сейчас смотрим что вообще будет дальше происходить выручка снизила сразу в четыре ориентируясь на соответственно этот сезон если сравнивать с летним сезоном и возможные потери то наверное это будет в 6-8 раз из 100 процентов заведений в первую неделю самоизоляции 70 процентов просто прекратили функционировать заморозили свою деятельность и примерно процентов 15-20 просто уволила весь свой персонал отправили домой со словами ребят сори кто-то вообще с концами закрыл что-то решил обанкротиться тот сказал но ребят мы закрываемся мы вам ничего платить не будем хотите увольняйтесь хотите оставайтесь когда откроется тогда откроем мы избрали совершенно другую политику мы ребятам сказали что ребята у вас будет стипендия в любом случае там минимальная заработную плату мы заплатим ровно потому чтобы вы оставались команде все очень классно отреагировали понятно что 15 тысяч рублей это так очень очень скромно прожить одному человеку но мы не стали разграничивать это я это какой-то управляющий это бар менеджер это главный бухгалтер мы говорим база для всех 15 может ли это быть больше блин старик может в каком случае но в том случае если мы пошевелим мозгами эти деньги заработаем доставили кучу еды продали там ее нашим гостям заработали сколько то давайте вот у нас есть мешочек который мы и будем раздавать поработали лучше раздадим больше поработали хуже раздадим меньше ребят мы в одинаковой жопе и у нас задача пережить ее одна из главных вещей это продолжать что-то делать деятельность продолжать не прокастенировать не смотреть потолок потому что в эти моменты слишком много лишних мыслей появляется слишком много негативной эмоции паники нужно что-то делать 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 тогда много легче все это переживается стараемся заполнить свое время так чтобы некогда было грустить френд за сейчас восемь с половиной лет восемь с половиной представлять полтора года это сколько каких-то 18 месяцев будет 10 лет 10 лет для коктейльного бара но это просто какой-то нереальный срок у нас есть допустим не знаю 20 ей которые мы там просто посидели за поштурмили накидали они выбираются не по принципу какая там из этих идей больше вам будет выгодно финансово такая из этих идей нам какую из этих идей нам хочется реализовать больше я раньше работал в большой финансовой конторе и понял что там вообще абсолютно максимально не мое и когда я решил заняться там открываниями баров и все все дела это в первую очередь из-за того что мне офигенно нравится общаться с людьми я люблю там не знаю вместе с ними штурмить придумывать как-то мне не пофиг о чем они думают что им классно не классно ну и как-то когда пытаешься их слушать они очень часто придумывают какие-то классные идеи ну и соответственно мы как-то стараемся идти как единая команда то есть я как бы не начальник их а мы как бы такая команда корешей которые просто хотят вместе делать крутые вещи у нас есть три премии которые выиграли российские крупные это неоновый шейкер за самый душевный бар и две премии bar proof это лучшее барное меню и в прошлом году вот последние премии которому взяли это лучше бар без уиски мы поняли что реально мы можем создать атмосферу хоть где хоть на крыше хоть на футбольном поле у нас тоже была такая практика хоть на пляже и даже если по какой-то причине сейчас нам скажут что вы будете сидеть там еще долго мы создадим атмосферу в любом случае мы понимаем что мы ее создадим хоть где хоть как а мы делаем все для того чтобы люди кайфовали вот мне всегда странно когда говорят что нельзя делать бизнес друзьями с большей частью нас получилось так что мы сначала стали работать а потом стали друзьями с некоторыми наоборот сначала были друзьями потом начали работать но я не очень понимаю а как вот и ну с врагами что ты будешь делать или с людьми на которых тебя абсолютно посрать ну как бы ну ты же им не доверяешь ты не считаешь их мнение классным например или еще что то то есть а когда твой кори фан говорит блин мне кажется это вот так ты понимаешь что он максимально болеет за дело он он честен он нравится вся движуха которую вы делаете ну и мне так легче не говорю что это единственный возможный способ но действительно я их могу назвать своими друзьями причем все на одну неделю мы закрылись как бы вот две недели назад мы одну неделю не работали ну и при ты все не работают в самое начало было для нас это редчайшая возможность была всей командой ну вообще отдохнуть вот так за раз потому что всегда кто-то на сменах мы всегда стараемся работать 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 закрываемся только в экстренных ситуациях а тут на неделю вообще ребята отдыхайте ничего не делайте все кто бесился перебесились все кто переживал отдохнули ну и общем я думаю тоже пришло всем более-менее на пользу это сильно сейчас ударило по хорике по всему бизнесу связаны с ресторанами кафе и отелями вот и ближайшие полгода никто не будет открываться факт все будут раскидываться своими долгами которые за несколько месяцев они накопили опасения конечно есть но если сейчас есть на диванчик и начать плакать то лучше этого не станет скорее наоборот даже хуже можно затормозиться так что даже когда все нормализуется уже не будет нужного темпа прочее поэтому конечно опасения есть но смысл смысл них углубляться как будет так будет и в том числе от нас от шефов очень многое зависит как вы живет общепит в данное время многие не поняли что они оказались ситуации или если вы сейчас не будете срочно что-то делать и делать что-то достаточно прикольное то я считаю что у любого заведения у нее есть какие-то волны то есть если все получилось сначала у тебя волна какой-то хайпухи все туда хотят прорваться все все здорово и ты думаешь ну блин это все потому что я кла со временем ты понимаешь что это не так что это просто стечение обстоятельств это правильный момент да ты наверно старался да наверное у тебя хорошая команда да наверно ты угадал с продуктом но тебе повезло со временем тебе повезло с рынком тебе повезло с много чем крепимся держимся все все позитивные оптимистичные хвостами виляют все хорошо скоро девять лет будет как мы открыли первый бар friends ну и за это время прошли хрена у гору всего то есть там кризисы и еще что то то есть сталкивались самыми разными ситуациями ну и понятное дело что если бы это было вот первый раз случилось к это жопа наверное мы такие сели и думали ну все не знаю а тут мы сразу начинаем так у кого есть какие идейки давайте думать кумекать ну и на самом деле правда ребята с которыми я работаю это просто счастье они сильно очень крутые делаем некоторые сценария что если закончится к лету а что если лето у нас не будет а что если затянется на полгода на год ну то есть в любом случае у нас плюс в том что у нас каждое заведение она автономна то есть это не какой-то огромный холдинг в котором там куча людей которые вот там есть большие боссы и они спускают решение вниз а у нас все заведения ну как мне хочется верить по крайней мере они такие довольно выживаемые то есть там в каждом заведении есть команда которая думает о своих гостях у них есть связь с этими гостями то есть даже просто обзвонить их всех уже можно что-то что-то придумать у нас были достаточно большие крутые планы на этот год и их пришлось отложить не понимаем что это сейчас не произойдет так что в апреле мы посидели в мае вышли и все зашибись это будет иметь точно отголоски скорее всего все лето а это самый сезон естественно потом планы пришлось сильно сильно пересмотреть сильно вырезать вот ну займемся другими планами ситуация когда ничего другого не остается начинаешь искать плюсы начинаешь что-то придумывать и в целом до держимся но было бы лучше чтобы этого не о чем говорить конечно было бы точно лучше намного лучше потому что ну по-хорошему это совершенно точный эффект на весь год весь год в трубу это именно тот момент на самом деле быстро вы разговариваете или снижая кое-кортое что-то можно сделать ш PARA за уговором немножко до 1 км либо и не именно почему-то есть и носит к-кортое и теоретия что-то не может ли вам